Он сейчас делает вид, что он спит. И отпущу моментально. Характер ушастой круглоголовки егер Магомед Расул изучил хорошо. Глаза закрыты, лапки расслаблены. Ящерица притворяется, что спит, значит ей не терпится удрать. Каждое утро мужчина обходит барханы и проверяет, все ли спокойно в песчаных владениях. Обход делал один раз, это было лет четыре там назад. Случайно утром наткнулся, волча ставит. Потом я думал, что бесит. Когда я начал свистеть, заросли, оказывается, еще столько было. И без конца в сторону горы убежали. Ну, посчитал я, около 20. Высота этого уникального памятника природы – 262 метра. По своим размерам, особенно по высоте, сырый кум является единственным не только в России, но и во всей Евразии. До сих пор точно неизвестно, когда здесь появился бархан. Вокруг горы существует много легенд. Одна девушка любил парень. Девушка сказала, если песчаную гору построишь, я за тебя замуж выйду. Всю жизнь этот парень таскал, песок таскал, таскал, таскал. И они постарели, и так и не женились. Такие легенды есть. Есть чудовище. Ходил, говорит, песок высыпал сюда. Песок у основания бархана очень мелкий, почти как пыль. Чем выше поднимаешься, тем крупнее песчинки. Основание бархана неподвижно, а гребень перемещается по воле ветров. Причем после каждой бури гора меняет форму. Но бури, какая бы сильная ни была, не развивает песок по равнине. Кроме всего этого, сырыкум – единственное в Дагестане место, где на протяжении пяти месяцев с мая по сентябрь среднемесячные температуры превышают 20 градусов. Нигде такой нет. Не то, что в России, в Европе даже нет такой. Растений здесь, конечно, очень много. Около 300-400 растений разновидностей здесь. Более 20 красных книг занесены они, растения. И основной здесь птица, фауна, флора и том, в этом участке очень богатая у нас. Несмотря на всю уникальность, самый высокий бархан Евразии ежегодно уменьшается в размерах в среднем на один метр. Почему, точно не установлено. Есть только разные гипотезы. Ученые уверены в одном, что если не выяснить истинных причин, почему бархан уменьшается, то через примерно 200 лет гора может и вовсе исчезнуть. Северина Шамхалова, Салих Салихов, Руслан Касумов. Время новостей.